Привет подписчики, рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы спускаем наш резкий вод. По Солосу спускается раз в три месяца, по политике компании один раз в месяц. Мы должны спускать на воду и проехать по кругу, проверить, убедиться, что шлюха исправна. Вот сегодня мы будем первый раз её спускать и решил сделать видео, чтобы вам проделось плохо. Но перед тем, как спускать шлюху на воду, необходимо убедиться, что она исправна. В первую очередь мы и проверим, исправен у нас двигатель или нет. Двигатель тайкации на тренинграду. перед запуском перед запуском если у вас нет подсоса здесь его просто конструктивно не предусмотрен если у вас нет подсоса прокачали раз 10 примерно прокачали вставляем ключ обязательно нужно выбрать слабину когда вы почувствовали что тросик уперся тогда дергаете расскажи про эту про манжету что надо понажимать проверить уровень топлива ничего не говори обязательно нужно убедиться что у вас идет охлаждение двигателя насосе берет воду и начинает циркулировать и охлаждать двигатель также во время инспекции если у вас не будет поступать охлаждение инспектор обязательно запишет вам замечание если шлюпка не запускается здесь груша топливного танка топливо можно подкачать с помощью груши и заводить когда двигатель прогреется вот это заглох значит двигатель прогрелся теперь можем смело заводить и использовать шлюпку проверяем проверяем и хэд позишнен и все же вперед и назад останавливаем через нейтраль двигатель двигатель исправен можем его останавливать сейчас я возьму камеру и Андрей расскажет оператор как устроена шлюпка из чего она состоит и что в ней должно находиться давай, Андрюх это Андрей второй помощник второй сейфки офисер здравствуйте дорогие подписчики не моего канала к сожалению ну что я могу сказать данная шлюпка состоит она резиновая во первых у нее есть 5 камер плавучести то есть кормовая носовая также с левой правого борта кормовая носуна и днищевая то есть везде вот данным вот насосиком ножным все подкачивается здесь есть как говорится маленький такой манометрик через данные вот клапуна через данные вот клапуна она подкачивается отлично а это а это а это для того чтобы стравливать избыточное давление в камерах плавучести то есть если допустим на солнышке она чересчур нагрелась так как у нас бровновское движение никто не изменял молекулы кислорода начинают более часто сталкиваться и тем самым увеличивается давление в камерах плавучести чтобы этого избежать то есть и того чтобы не произошло чтобы она лопнула предохранительные клапаны предохранительные клапаны присутствуют хорошо перед тем как мы будем спускать мы проверим работает навигационный огонь устанавливается он в данную позицию закрепляется и включается так как по правилам столкновения судов шлюпка 7 метров она должна быть оборудована вот таким вот огнем либо фонарем ну здесь стационарно установлена получается у нас огонь мачта да маленькая мачта да и огонь так что еще вот крепление предназначено для установки прибора курса указания так сказать магнитного компаса магнитный компас у нас с подсветкой так как данная шлюпка предназначена для поиска и спасания людей нам необходимо знать в каком направлении находится пострадавший человек или так сказать мэн оверборд и мы должны четко ориентироваться нам с мостика дают указания мы видим мэн оверборд там в направлении там северо-восток либо юго-запад и так далее и тому подобное и мы смотря на наш прибор курса указания мы четко понимаем куда нам двигаться в каком направлении где его спасать хорошо перед тем как мы спустим мы проверили лодка накачана подкачки не нуждается проверили уровень топлива в танке при необходимости завели проверили что работает на переднем на заднем ходу и обязательно вот эти вот дренажи дренажи да дренажи в том положении когда она у нас стоит зафиксирована то есть когда мы не используем они у нас опущены что то если что дождевая вода могла скатываться она стоит под небольшим уклоном то есть наклон идет с бака в корму и вода уходит естественно дренируется и никакого тут плесневения из-за тисания и разной живности лягушки тут не живут но перед тем как мы ее спускаем мы обязательно вот эти трейнкорсы поднимаем и крепим да если не закрепите то когда спустим на воду получается вода заходит сюда и затекает шлюпка начинает тонуть затекает да в шлюпку важный момент не забывайте также если пришел неграмотный неопытный специалист допустим как второй штурман Андрейка то тут есть инструкция по запуску шлюпки что надо какие последовательные какие последовательные действия надо выполнить чтобы ее запустить также есть в наличии тут небольшой небольшая инструкция на английском так как судно работает под либерийским флагом и официальный язык на судне английский все на английском естественно ребята это надо знать хотя бы приблизительно понимать ну тут так как есть иллюстрации картинки все предельно ясно и понятно ну ладно с этим все понятно так как мы шлюпку будем на воду спускать с помощью чего шлюпку на воду мы будем спускать при помощи шлюпбалки которая находится на палубе на инвестиционном мостике есть специальное сцепное устройство с гаком и его 4 точки крепления для того чтобы она ровненько вывешивалась и цеплялась также есть страховочное устройство в виде цепочки и карабина немножко расскажем про оборудование устройства шлюпки то есть про ее инвентарь здесь находится у нас перечень здесь да можете увидеть перечень оборудования которые находятся в данной шлюпке то есть это от того что весла багры магнитный компас вода якорь да плавучий якорь радар рефлектор ну это кому интересно переведите переведите почитайте да ну ладно пойдем тогда наверх посмотрим наше устройство с помощью чего мы будем опускать здесь я думаю все понятно но когда будем спускать возьму камеру gopro и думаю мы это все вам продемонстрируем и вы уже наглядно все увидите будем спускать первый раз поэтому поэтому все будут одеты спасательной жилетой и может что-то пойдет не так сейчас мы находимся в средиземном море сейчас после 12 часов дня погода стабилизируется вроде будет солнышко штиль и мы будем спускать глубина какая у нас сейчас в районе трех километров под килем вообще три километра под килем отлично сделаем круг подсчета подсчета вокруг судна нашего протестируем данную шлюпку во всех положениях главного двигателя на малом на среднем и на полном ходу также на заднем ходу я сяду за руль а я посмотрю как он будет сидеть за рулем ну ты меня снимай ладно давай переместимся наверх к шлюпбалке добрый день дорогие подписчики мы переместились в пространство и во времени и вот мы оказались на палубе навигационного мостика может показать навигационный мостик вот хватит штурман несет вахту которая работает с 8 до 12 что можно сказать по данной шлюпбалке либо как провизионному крану называют его механики не совсем грамотные я бы так сказал вот данное сцепное устройство данный гак предназначен для приема и получения провизии управление осуществляется при помощи ручек контроллера там есть три ручки управления очень все просто одна из них подымает шлюпбалку в вертикальном положении другая поворачивает ее влево вправо и третья оперирует у нас лебедкой то есть подъем и опускание лебедки все очень просто и доступно мы чуть-чуть попозже поднимемся и покажем вам как это работает а сейчас мы более подробно детально остановимся на оборудовании спускового механизма для шлюпки и так как она у нас скомбинирована она еще будет для спасательных плотов не только для шлюпки но и для спасательных плотов на данном постере можете увидеть продемонстрировано как детально все это работает плюс здесь детальная инструкция по управлению ей кому интересно ставьте на паузу смотрите вот изучайте в таком вот приблизительно положение будет наша шлюпка после того как мы ее закрепим за основное цепное устройство еще раз так рассказываешь за что мы цепляем вообще вообще крайний раз мы цепляли за вот это вот цепное устройство оно предназначено только для шлюпки только для шлюпки его конструктивная особенность тем что ты просто нажал на клавишу так сказать спускного механизма и вывел из зацепления цепное устройство а минус его в том что невозможно отдать шлюпку если при каком то волнении небольшая волна то есть ты шлюпку опускаешь тебя начинает опять подбрасывать в данном случае предпочтительно использовать данное цепное устройство так как у него есть возможность быстрого отсоединения то есть под нагрузкой есть возможность offload ты нажал тебя выпустила и шлюпка падает на а также можно использовать две данные ручки за которые вы дернете и шлюпка под своим весом упадет с полуметра с метра высоты и превземлиться на воду в данном плане данное спусковое устройство гораздо лучше в том случае если и присутствует на море волнения данная механизм предназначен для плавного спуска то есть оператор шлюпки садится в шлюпку когда шлюпалка вывалила шлюпку за борт то есть можно безопасно производить спуск оператор тянет заданный фалень и шлюпка начинает плавненько опускаться то есть краном мы этим мы не сможем опустить да мы сможем это опустить но там будет оперировать кран оператор который может очень быстро тебя опустить то есть без контроля без контроля здесь мы будем опускать то есть будем контролировать наш спуск а подъем потом осуществляется уже кран оператора здесь вы потянули она поехала вниз приостановили стопора зажались и она остановилась в любой момент вы можете сами контролировать ваш спуск и остановки но нужно что-то выводить в зацепление заводить сейчас поднимемся и все покажем так переместились на наш провизионный кран так сказать это место управления краном здесь у нас все просто схематично тут нарисовано вот эта ручка отвечает за то чтобы управлять стрелой влево-вправо данная ручка управления отвечает за то чтобы поднимать или опускать стрелу либо спасательную 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 плот и данная предназначена для провизионного крана отдельно ручка управления для подъема и опускания любят ясно так зацепление что мы вводим выводим а здесь у нас все просто вы видите вот этот вот стопор это стопорный механизм так сказать данной лебедки которая используется для спуска шлюпки нам единственное что надо убрать вон тот вот пин которому привязан вот этот вот металлический тросик мы его выводим и шлюпка оператор шлюпки находясь в вываленном положении начинает уже собственными как говорится силами тянуть за тросик и спускать шлюпку но также отсюда можно местно управлять спуском шлюпки но это уже бесконтрольно да то есть также выводится этот пин и вручную ты поднимаешь данный стопор то есть стопора как говорится там колодки разжимаются и шлюпка начинает опускаться под собственным весом вот это все что мы хотели сегодня вам рассказать да а сейчас мы пойдем пообедаем и будем надеюсь погода уже стабилизируется уже видно что море становится более спокойным солнце начинает вылазить пообедаем и я думаю мы будем спускать вроде погода позволяет сегодня sorry main engine is not running I now is running again едем сочи а 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 ну как впечатления молодые люди как покатались а ты кайфанул ты кайфанул я а не а а а а Субтитры сделал DimaTorzok